Всем привет, на связи Андрей Камблов и данное видео я записываю специально для подписчиков проекта Russian Marketing. В предыдущем касте, или правильнее будет сказать в интервью совместном с Юсофом мы очень много проговорили про SEO, какие-то фишечки, нюансы и так далее. Получили очень много хвалебных отзывов, за что вам спасибо. Но один момент все-таки дал о себе знать и сегодня я хочу, так сказать, это небольшое неудобство устранить. Значит в интервью мы очень много говорили, вернее я говорил о том, что сайт должен быть качественным, делайте качественный сайт и у вас все будет хорошо. И несколько человек довольно-таки справедливо заметили, что, в принципе, ну сделать этого мало, все-таки надо оптимизировать, страничку надо оптимизировать. И вот именно как оптимизировать свой контент без фанатизма, прямо на раз-два-три получить все данные, которые нужны для оптимизации, мы сейчас и обговорим в этом видео. Хотел я, правда, изначально поговорить немного опять про ссылки, но знаете, ссылки ссылками, а контент все-таки важен и поэтому лучше я вам дам конкретную одну технику, которая работает, которая вам поможет в оптимизации продвинуться прямо серьезно и сделать довольно-таки большой скачок. Итак, о чем мы будем, собственно, говорить? Я уже обмолвился, по-моему, не раз, об оптимизации контента. И, значит, что здесь нам надо понять? То, что искать какие-то сложные формулы, изучать алгоритмы Яндекса по тому, как он строит релевантность и так далее, какие-то формулы модифицированные, BM25 изучать и прочее. Вот этого не надо. Поверьте мне, человеку, который подобной хренью засрал себе в свое время голову очень и очень сильно. На самом деле все, что надо понять, что да, у Яндекса сложные алгоритмы, да, да, работает машинное обучение, с этим никто не спорит, все это сложно, обмануть не получается. Но, господа, Яндекс уже выбрал 10 лучших сайтов, по его мнению, по тем самым сложным алгоритмам. Уже есть как минимум 10 хороших текстов, которые Яндекс считают. 10 сайтов для анализа на ссылочные и так далее и тому подобное. И поймите, раньше можно было продвинуться, к примеру, только ссылками. Можно было еще раньше просто текстом, спам текста сделать и продвинуться. Потом вот массовая покупка ссылок и пофигу какой у тебя текст. Сейчас нет. Сейчас корреляция факторов. Значит, если сайт стоит в топе, то у него качественный хороший текст по мнению Яндекса. А его мнение нам в основном то и нужно бы разузнать. что из всего этого следует? Что у нас уже есть данные для анализа. Где? Да просто включите голову. Наберите в поисковой строке вот здесь вот тот запрос, который вам нужен. И вы получите все необходимые данные для анализа. Давайте на конкретном примере. Буквально на прошлом интервью у меня на продвижении появился новый клиент. Вот на его примерах мы и рассмотрим. Я уверен, что он увидит это видео, но надеюсь не обидится. Итак, вот его сайт. Натяжные потолки занимается натяжными потолками. И один из конкурентных запросов, кстати, это натяжные потолки стоимости. Вот такой вот запрос. Значит, что мы по нему имеем? Вот наши данные для анализа. Наши 10 сайтов, которые мы можем проанализировать, которые уже, по мнению Яндекса, имеют хороший текст, хороший контент. Значит, у нас есть сайт, который не дотягивает по каким-то критериям, то есть либо ссылочные, либо текстовые, до топа. Значит, нам надо изначально проанализировать его текстовый параметр. Кто нам в этом поможет? Во-первых, первый сервис это seolip.ru. Зайдите, зарегистрируйтесь. Я думаю, это у вас проблемы не составит. И у нас здесь есть сайт. Слева вкладочка «Внутренний анализ сайта». Вот вы ее можете видеть. И здесь у нас есть ссылка «Анализ релевантности текстов». Вот то, что нам, собственно говоря, и нужно. Значит, что мы здесь вводим? Вводим нужную нам ключевую фразу, которую мы хотим проанализировать. Говорим, что нам нужен Яндекс. Регион Москва. Ставим обязательно сравнить со своим сайтом. Можно сайты конкурентов вручную оказать, но лучше и стопа взять. И вот эти все галочки «Не учитывать предлоги», если, соответственно, в вашем запросе нет предлога, он не нужен. «Празив title в Keywords», «Ваш один», «Ссылок», «Тошнота» и «Не учитывать тег», «Новый индекс». И нажимаем «Начать проверку». Также, я думаю, вы уже заметили, у меня на вкладке открыт еще один сервис. У него тоже есть такой инструмент, как «Анализ релевантности страниц по запросу». Это вообще система автоматического продвижения довольно-таки неплохая. И здесь нам будет интересен «Анализ релевантности страниц по запросу». То есть зайдите, зарегистрируйтесь, и вот по такому адресу, который вы увидите в адресной строке браузера, соответственно, вам откроется «Анализ релевантности страниц по запросу». Ну, мы сейчас для начала рассмотрим SEO-лип, как закончится «Анализ». А пока он не закончился, я хочу вот что сказать. Такой интересный моментик. Вот всю предыдущую неделю Яндекс трясло. Шел апдейт за апдейтом, то есть сайты прыгали у меня из топ-5, минус 1000, потом минус 100, опять вернулись в топ-5, потом в топ-10, в топ-30 и так далее. То есть за один день сайт мог несколько раз поменять. Ну, что-то Яндекс подкручивал, может быть, что-то новое выкладывал. И вот в такие дни вот реально шел расколбас, так можно сказать, непосредственно выдачи. И в такие дни анализировать бесполезно. Только когда Яндекс успокоился, прошло один-два апдейта, вот тогда можно с него хорошие данные получить. Потому что очень часто, когда проходит вот, ну, такой хаос творится в выдаче Яндекса, когда это проходит несколько дней, очень часто может быть откат какой-то. В течение недели могут что-то подкрутить и так далее и тому подобное. Поэтому надо это понимать при анализе текстов, что в топе могут быть даже хлама сайта. То есть могут быть и доски объявлений, вон выскакивали на этой неделе элементарно. И они нам для анализа не нужны. Значит, такие дни просто сидеть и отдыхать. Никакого анализа. Так, ну, у нас работа завершена. И давайте теперь посмотрим. Вот, оказывается, все данные, которые нам нужны. Значит, что мы видим по данному запросу? Ну, по большому счету, есть только один вот этот сайт, у которого есть точное вхождение в текст непосредственно этого запроса. То есть вот в такой вот словоформе, не в другой. Значит, вхождение с учетом словоформ есть вот у этого сайта, вот у этого конкурента. То есть, а в основном точных вождений нет. Скорее всего, это за счет ссылок, либо немножечко в других словоформах использованы, такие как стоимость натяжных потолков и так далее. Ну, на тошноту я не сильно обращаю внимание. Ну, тут также можно посмотреть, что вот, к примеру, показатель 9.59. Самое часто используемое слово потолок. Вот, и уже посмотреть по конкурентам, что, в принципе, вот только у этого вот такой большой процент тошноты. Но с учетом того, что сайт непосредственно в ссылочном не сильно-то и прокачан по этим показателям, значит, поправить дела с сайтом можно элементарно, ну, не сильно поправить, но все-таки. А, ведя точное вхождение фразы, соответственно, можно вхождение фразы в теги сделать, разумеется, в тайтле нету, а это плохо, потому что можно ввести в тайтл и будет довольно-таки нормально. Ну, в keywords это отдельный разговор, в ваш 1 также нету вхождения. А, в принципе, можно. То есть здесь мы элементарно видим, что в основном наши конкуренты это за счет каких-то ссылочных либо словоформ. Значит, по поводу вот словоформ, морфологии и так далее, неплохо работает непосредственно мегаиндекс. Вот у меня здесь открыт анализ. Натяжные потолки, стоимость. И он, вот мегаиндекс, у него какие-то свои алгоритмы и так далее. Вот он нам сразу показывает, что идет переспам. То есть слишком большой процент вхождения слов натяжной и потолок. То есть безумный. И, кстати говоря, вот она говорит, рекомендуется приблизительно 2, приблизительно 2-3. Просто отличный показатель. И я с мегаиндексом здесь полностью согласен. То есть у нас идет просто переспам страницы конкретной. То есть, чтобы поправить позиции по данному запросу, нам необходимо его добавить в title, ну и возможно куда-то добавить на страницу. Давайте посмотрим, может быть, у конкурентов, как это реализовано. Так, посмотрим, давайте вот этот вот сайт. Говорим анализировать. И вот сразу обратите внимание, да. У него тоже нет вхождения. Нет, в title правда есть, у него нет точного вхождения в title, да. Но все равно в title присутствует через несколько слов стоимость. Вот. Но смысл в чем? У него нет такого большого переспама. Вот у него 3%, 3% и вхождения в текст тоже стоимости нет. То есть видно, куда необходимо работать. Вот мегаиндекс дает нам рекомендации точных запросов, сколько он рекомендует и так далее. То есть мы можем взять еще несколько сайтов и проанализировать. Давайте просто этот запрос не совсем удачно. Давайте сам мы в ВЧП проанализируем натяжные потолки. Щелкаем начать проверку. Так, анализ у нас завершен. Ну давайте посмотрим в процентах сравнения с нашим сайтом. Вот мы видим следующие параметры. Смотрите. Ну то, что я говорил, у нас сильно плотность показывает по данному слову 1166. Это действительно плохой показатель. Тошнота. Ну понятно. Это именно в словах у нас. И вот мы видим, что у конкурентов у них поменьше текста. И вот вхождений точных сколько. Вхождений с учетом морфологии сколько. И так далее. С учетом словоформы, извиняюсь. И вот что здесь хотел я еще сказать. Никогда не ведитесь на какого-то одного. То есть если у вас есть. Вы знаете. Вот сайт моего соседа. Он стоит в топе. Это классный сайт. Не надо на него равняться. Фигня полная. Никогда. Вот на первую десятку ищем средний показатель. Потому что вот посмотрите. Вот у нас есть сайт, у которого. У него во-первых не такая сильная тошнота. Большая. Но у него точных вхождений. Плотность. Да. У него слов мало. И. Плотность 12%. То есть. С учетом словоформ. Плотность 18. Так вот. Бывает исключение из правил. По каким-то причинам. Высокий траст. И так далее. И тому подобное. Хорошие ссылки. Там. И. Прочие какие-то. Страшные понятия. Определения. Вот. Но это в основном такие сайты. Это исключение из правил. Мы смотрим именно усредненные показатели. И по усредненным мы прекрасно видим. К чему нам. Каким идеалам надо стремиться. Чтобы по данному. Слову. Элементарно. Выйти. Выйти в топ. Чтобы нам. Подготовить хороший текст. Контент. И уже. Потихонечку. Работать над. Ссылочным. Также. Попробуем. Мы с помощью мегаиндекса. Провести анализ. Нажмем здесь. Анализировать. И возьмем. Какого-нибудь клиента. Конкурента. Давайте. Возьмем. Самого. Крутого. И матерого. И. Также. Проанализируем. Вот. Здесь. Мы. Видим. Что. В тайтл. У нас. Есть. Прямое. Вхождение. Это нормально. Высоченный. Переспам. Страницы. Просто. Высоченный. Такого. Допускать нельзя. Это. Ну. Бред. Чистой. Воды. Уж. Извините. Меня. Хоть. мегаиндекс. Показывает. Что. Релевантность страницы. 100%. Но. Вхождение. Слов. Из запроса. Непосредственно. В текст страницы. Идет. Очень сильно. Переспам. Давайте. Посмотрим. Что. Первого. Конкурента. Ну. Во-первых. У него 4. И 6. То есть. Тоже. Может быть. Где-то. какие-то моменты. У него идет. Ну. Не прям. Переспам. Я бы сказал. Да. То есть. Может. Значение. Вот. Как-то. В большую. Меньшую сторону. Колыхаться. Но. На самом деле. Если будете. Анализировать. Очень много. Именно. Сайтов. Увидите. Что. Приблизительно. Это. То. У него. Первое. Вхождение. Прямое. Здесь. Все-таки. Есть еще. Французский. Вот. И. Посмотреть. Где. Наиболее. Сконцентрированы. Данная фраза. Да. Вот. Мы видим. Что. Здесь. Как-то. Все. Равномерно. То есть. Обратите. Внимание. Что. Основной. Акцент. Непосредственно. Точное. Вхождение. Да. Есть. Другие. Там. Морфологии. И так далее. Но. Они. Ближе. Точно. Так же. Значит. Мы. Выбрали. Энное. Количество. Конкурентов. Проявили. Их анализ. И. Нам. Еще. Интересно. Ну. Просто. Такие. Вопросы. Часто. Приходит. А надо ли. Действительно. Заголовок. Делать. Большим. А требуется ли. Там. В тексте. Выделить. Непосредственно. Стронгом. И так далее. Но. Вы же проанализировали. Пять. Там. Шесть. Десять. Сайтах. Ну. Зайдите. Посмотрите на негласном. Как они выглядят. Как у них текст располагается. Близко ли он к началу. Какие тайтлы у них. Что прописано. К примеру. В description. Что попадает в snippet. И так далее. То есть. Вот все данные. Не надо искать. Ничего волшебного. Там. Формулы. И не дай бог платить кому-то. Кто говорит. Что я вам сейчас скажу. Что надо делать в Яндексе. Дам волшебные проценты. Их нету. Они для каждой тематики. Могут быть свои. Для каждого сайта. Они могут быть свои. Поэтому. Вот. То. Что я хотел добавить. Непосредственно. К предыдущему интервью. SEO тренды. Это то. Чего не хватило. Возможно. Люди. Ну. Вот. Пожалуйста. Грубо говоря. Пользуйтесь. И теперь про SEO. Я. Наверное. Заканчиваю. Возможно. В будущем. Еще будем говорить. И так далее. И обещанное. То. Что я обещал. Поговорим. Про. Веб аналитику. И непосредственно. Про. Google. Аналитикс. Поговорим. Коротко. Но. Дам. Какие-то. Основные. моменты. Непосредственно. Аналитики. Эх. Тракон. Непосредственно. Продолжение следует...